Представьте себе, что у вас есть прямоугольник, известного периода, причина известного. Ну тогда делится и А плюс В, тоже причина известного. Отлично. Итак, фактически у вас есть вот такая вот штука, известная длина. Задача. Насколько большой может быть площадь прямоугольника. Давайте я так правильно задаю. Далее, А плюс В это некоторая величина. Давайте я вот нашим Ц. Естественно, А больше нуля, естественно, В больше нуля. Найти максимально возможное значение произведения чисел А и. Доно число Ц. Вот так мы же будем взять, на самом деле. Доно число Ц. А вот дальше мы ищем такие А и В. Ну знаете, я видел. Максимальное значение произведения А умножить на Ц минус А. Один из способов заключается в следующем. Мы могли ввести такое обозначение. Величину А обозначить Ц пополам минус Х. А величину В обозначить Ц пополам минус Х. Смотрите, что в таком случае будет. В таком случае вот этот вот Х будет меняться от минус Ц пополам до Ц пополам. Ну вот если раскрыть скобки, то получится такая штука. Ц в квадрате деление на 4 минус Х в квадрате деление на 4. Так называемое произведение суммы на разность чисел. Или то же самое разность квадратов. Ну а дальше видно, что это, конечно, Ц в квадрате деление на 4. Вот такое, что называется, стандартное доказательство. Разумеется, у этой же задачи есть и геометрические решения. Рисуем квадрат, где сторона квадрата Ц. Разобьем его на 2 пуска А и В. Продолжение следует. Модуль А минус В. То есть если А больше В, то так. Если В больше А, то наоборот. Да, хорошо. При фиксированной сумме АВ, А и В, площадь большого квадрата фиксированная. Да, конечно. Нам надо найти максимум площади уголки фиксированной. При том, что на картине 4 одинаковых прямоугольника. То есть надо найти максимальное значение суммы вот этих 4 прямоугольников. Да. Понятно, что это есть большой квадрат, площадь большого квадрата минус 8 маленьких квадратов. Да. То есть максимум, когда маленький квадрат превращается в точку. Да. Все. Итак, максимальная площадь, когда А и В равны. Заметьте, ребята, никаких форм, никакого знания вот этой вот разности квадратов. Максимальная площадь в ситуации, когда А равно В. Увидели все? Так. На этот раз мы рисуем половину квадрата. Собственно, кстати, того же самого. То есть катеты это опять С. И отражаем. Да, совершенно верно. И отражаем. Вверх. Так, я боюсь, они не пудили, что именно отражаешь. Отражаем то вот здесь. Относительно вот такой оризонтали. Заштрихуй, пожалуйста. Вот при горизонтальном отражении. Отражение относительно вот этой горизонтальной прямой. Да. Покажи, какой треугольник, куда перешел. Вот такой треугольник, и хватит в такой. Так, все поняли, да? Так. И теперь как-нибудь по-другому. Как-нибудь волнистое, я не знаю там. Покажи другой треугольник. Вот такой треугольник. При отражении относительно вертикальной прямой, куда перешел? В такой. так хорошо и что дальше не очень то есть кому видно кому нет нет действительно нет может быть это и так но но это не видно да внешние треугольники если их загнуть внутрь покрывают этот прямоугольник пожалуйста нарисую рядом не начать надо рядом нарисовать опять тот же самый треугольник со стороной c до тот же самый прямоугольник все замечательно да 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 вот этот треугольник до так отлично и продолжай вот ну и теперь покажи что произошло при отражении верхнего треугольника куда он перешел а совершенно верно сюда да вот смотрите на центральном рисунке там нужно доказывать что такой-то треугольник там меньше так вот это не очень понятно а здесь видно чтобы прямоугольник покрыт зовем